Добрый вечер! Архангельская весна пока не радует особым теплом, поэтому тема сегодняшнего выпуска не будет диссонировать с погодой за окном. В центре внимания окажутся проекты, связанные с Арктикой. Более подробно о них узнаем у представителей Северного Арктического Федерального Университета. Моими собеседниками станут начальник отдела управления проектами управления инновационной деятельностей Мария Нестеренко и директор Арктического Центра Стратегических Исследований Константин Зайков. Здравствуйте! Мария Юрьевна, начнем с вас. Оказывается, Арктику можно постичь. Так называется специальный конкурс. Я знаю, что он объявлен САФУ. Для кого и для чего? Конкурс проектных идей «Постигай Арктику-2015» проводится при поддержке Совета Безопасности Российской Федерации для студентов и учащихся средних специальных учебных заведений, высших учебных заведений, всех форм обучения. То есть это у нас и аспиранты, и магистры, и бакалавры, и специалитет. В чем суть конкурса? То есть как наша молодежь может постичь Арктику? Вообще изначально цель этого конкурса — это консолидация творческих и интеллектуальных способностей молодежи и разработка проектов, которые способны на сегодняшний день развивать и осваивать Арктику. То есть молодой человек может прийти со своей инициативой, и вы его поддержите? Процедура подачи заявки на конкурс немного иная. Сначала ребята должны прислать заявку, в которой они описывают тематику своего проекта и свои данные. Далее они уже присылают непосредственно сам проект, который рассматривается компетентным жюри в течение месяца. Конкурс интересен представителям других регионов. Знаете, в этом году мы получили уникальную географию заявок от Дагестанского национального университета до Наринмара и Ямала, поэтому она достаточно широка. Но я не случайно затронул вопросы географии. Дело в том, что еще один проект САФО — это Арктический плавучий университет — стал серьезным событием не только в жизни региона. Там участвуют и международные ученые. Поэтому, Константин Сергеевич, два года позади, шесть рейсов позади, как бы вы охарактеризовали проделанную работу? Проект очень успешен. Об этом говорит тот факт, что в самом начале в этом проекте участвовало шесть организаций-партнеров. В прошлом году их было уже 15. И в прошлом году мы впервые вышли на международный уровень. В экспедиции приняли участие зарубежные ученые, студенты из северных стран. Экспедиция прошла при поддержке Совета безопасности и при подагиде Арктического совета. В этом году экспедиция у нас будет в июле. Она тоже будет международной. И мы впервые ее представляем в качественно ином формате. Что за формат и в чем уникальность этого рейса? Экспедиция у нас идет под тематическим названием «Открывая русскую Арктику». Все мы прекрасно знаем, что Россия – это страна, которая обладает самыми большими арктическими территориями, которая глубокое историческое, культурное наследие, великолепное природное наследие. И поэтому, конечно же, это нужно пропагандировать и показывать, как внутри страны и за рубежом. Поэтому в этом плане экспедиция включает в себя комплекс научных и образовательных моментов. Это исследования, это практики для студентов. С другой стороны, это популяризация культурного, духовного, исторического наследия, а также и промышленного достояния современного присутствия России в Арктике. Поэтому каждая точка высадки включает в себя и исследовательскую компоненту, и познавательную компоненту. Потому что для нас очень важно подготовить кадры для Арктики. А, конечно же, немаловажной роль является воспитание патриотизма среди молодежи. И этот проект направлен на решение и этих же задач. И, кроме того, очень важно показать открытость российской Арктики для международного пространства. Потому что, учитывая очень сложную внешнеполитическую ситуацию, как раз Арктика и научно-образовательное пространство оставляются такой зоной комфортного общения и диалога. Вот, к слову, в условиях санкций, насколько удается сохранять Арктику, той самой территории диалога? Достаточно очень... Несмотря на риторику внешней политики, дипломатии, есть отдельные сферы, где конфликтность, которая существует в мире, не проникает. В этом плане, конечно, наука и образование — это то пространство Арктики, то измерение Арктики, где сотрудничество продолжается и достаточно успешно. Яркий пример — рейсы этого года, где, несмотря на внешнеполитическую обстановку, у нас достаточно очень много заявок, и мы продолжаем организовать международную экспедицию в российскую Арктику в этом году. Какова роль студентов в этих проектах? Студент... Вообще проект, он ориентирован на студентов. Это университет, который включает то, что студенты идут в экспедицию получать знания, эти знания оттачивать на практике, участвовать в полевых работах, знакомиться с оборудованием, отрабатывать навыки своей будущей профессии. Можно сказать, что по итогам, в конце, придя из экспедиции, они уже становятся фактически специалистами. В своем деле самое важное — они понимают, что такое Арктика, потому что это очень сложные климатические условия, это определенные условия работы. И, конечно же, не побывав в Арктике, понять и оценить того, что тебя ожидает, очень сложно. То есть самый случай, когда лучше один раз увидеть. Конечно. Мария Юрьевна, вернемся к возможности все-таки заочно постичь Арктику. Конкурс проводится не в первый год. Результаты прошлых лет каковы? В прошлом году было подано 65 заявок. Опять же, достаточно обширная была география. И большинство проектов были нацелены на сохранение жизнедеятельности людей в Арктике. В прошлом году у нас по четырем направлениям конкурса были выбраны 12 победителей. Их проекты были направлены и на разработку новых технологий, использования ресурсов и на добычу ресурсов. Также много было проектов IT-направления, когда студенты предлагали сделать некие сайты или информационные системы, которые позволили бы другим людям также Арктику постигнуть. То есть продвижение в сети интернет — это достаточно острая тема сегодня? Но вообще она актуальна. У меня вопрос к вам обоим. Как можно подать заявку, послать участникам либо конкурса постигая Арктику, либо непосредственно отправиться в эту Арктику? Здесь нет ничего сложного. Есть сайт университета, где мы всегда делаем анонс о предстоящих мероприятиях. И обычно в плавучий университет мы начинаем набирать команду студентов уже в феврале месяце. В феврале месяце у нас появляется объявление о том, что экспедиция планируется примерно маршрут, содержание образовательной программы, чтобы ребята могли оценить, насколько они соответствуют программе обучения рейса. Кроме того, у нас есть такая еще форма рекрутика, как резервный фонд плавучего университета, где все желающие в течение всего года могут спокойно оставить свою заявку. И из этой заявки мы как раз также, из этого фонда мы также набираем себе участников экспедиции. А сейчас в апреле можно попасть? К сожалению, в апреле мы уже финализируем состав экспедиции. Только на 16-й год, да? Только на 16-й год, поэтому я с удовольствием приглашаю всех жителей, Ангельской области студентов, аспирантов, молодых ученых, конечно же, подавать заявку в резервный фонд плавучего университета на сайте университета. И на следующий год, и на 2017 год, и мы с удовольствием рады видеть их всех в рядах экспедиции. Ну, я думаю, стоит добавить, что сайт университета — это www.narfu.ru. Конечно. Мария Юрьевна, а что с конкурсом по сигартику? С конкурсом «Постигай Арктику» всё гораздо проще. Ещё можно стать участником? Ещё легче, да. До 31 мая мы ждём заявок от номинантов на хорошие призы, которые будут по итогам этого конкурса распределены между участниками, между финалистами этого конкурса. Заходим на сайт narfu.ru, ищем вкладку «Конкурс постигай Арктику» и заполняем онлайн-заявку. Все заявки попадают, соответственно, организаторам, то есть мне, и далее мы уже делаем запрос на проект. Раз уж мы заговорили о призах, я думаю, стоит объяснить, насколько серьёзный призовой фонд. Призовой фонд серьёзный. Спонсор конкурса — это компания «Новотек», которая больше всего заинтересована в том, чтобы Арктика осваивалась и осваивалась правильно и грамотно, чтобы наша молодёжь в этом была заинтересована. Поэтому в каждой номинации, их всего четыре, есть призы первой, второй и третьей степени, и приз первой степени — это 60 тысяч рублей, вторая и третья степень, соответственно, 30 и 20 тысяч рублей. Это помимо того, что проект, он получит поддержку в реализации? Если того желает участник, конечно, мы готовы принимать участие и в дальнейшей реализации этого проекта. Просто, сами понимаете, некоторые проекты, они достаточно сложные, трудоёмкие, трудо- и времезатратные. Поэтому, конечно, в каждом случае это будет индивидуальный подход к проекту. Спасибо большое, что пришли к нам на программу. Спасибо. Арктика действительно становится центром притяжения интересов многих людей, в чём сегодня мы смогли убедиться ещё раз. На этом программа подошла к концу. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова